Привет! У меня есть для вас классная бизнес-идея. Выращивание грибов в шиитаке. Итак, в чем преимущество выращивания грибов в шиитаке? Потому что вы можете выращивать их просто на бревнах, на открытом воздухе. То есть вам не нужно для этого помещение или подвал или еще что-то, потому что это всегда тянет за собой аренду и так далее. И это расходы. Если у вас есть просто участок земли, к примеру, дача, или вы просто нашли какую-то полянку, где там, в принципе, никто не ходит, и вы можете за ней присматривать, чтобы никто не снял ваш урожай. Какая идея? Чтобы выращивать грибы в шиитаке, вам нужно пойти в лес или договориться с лесником, чтобы срезать деревья, ненужные, да, к примеру, лиственные. Вот. И вы сделали болванки и просверлили отверстия. В эти отверстия вводятся споры гриба, шиитаки. Эти споры можно купить в интернете, те, кто занимается выращиванием грибов и поставками для грибников. И закладываются такие заглушки сверху. И через 8-10 дней у вас уже появляется первый урожай грибов шиитаки. И еще преимущество в том, что вы можете масштабироваться, да, то есть вы можете, в принципе, много таких наделать болванок и снимать большой грибов шиитаки. Грибы шиитаки очень популярны сейчас, потому что многие суши, рестораны, кафе, доставка, службы доставки еды, они используют грибы шиитаки в китайской, японской кухне и так далее. Также вы можете сами их есть, они очень вкусные и полезные. Там очень много витаминов. Итак, в чем идея? То есть идея в том, что, в принципе, без особых расходов, потому что сами деревья недорого стоят, вы можете сделать много заготовок, таких болванок, и выращивать большое количество грибов. То есть вы можете масштабироваться. Чем больше грибов, чем больше болванок, тем больше урожай будет. И это может быть дополнительный источник дохода для вас, потому что практически без расходов. Грибы шиитаки можно выращивать просто на улице при подходящем климате. Грибы шиитаки набирают популярность как продукт для гурманов. Их можно продавать в кафе и ресторанах. Шиитаки имеют потрясающий вкус. Мясистые, маслянистые и дымные присушки. В них мало калорий, но много белка, витаминов группы В, витамина Д, минералов и пищевых волокон. Они хороши в супах, тушеных блюдах, с морепродуктами или птицей. Шиитаки можно выращивать на бревнах свежеспиленных деревьев. Вам нужно будет обрезать бревна. Лучшими бревнами являются лиственные деревья, такие как дуб и сахарный клён. Избегайте плодовых деревьев, таких как яблоки, ясень, мягкие лиственные породы. Не подходит осина или вечно зелёные растения, такие как сосна или ель. Шиитаки не очень хорошо конкурируют с другими дикими грибами. Бревна должны быть свежесрезаны. Поздняя зима и ранняя весна – лучшее время для рубки бревен. Когда у вас есть бревна, их нужно привить грибком. Большинству проще всего заказать пробки инокулята. Просверлите отверстия размером с заглушку в бревне, сделав отверстия и расположите их в шахматном порядке. Чем шире бревно, тем больше можно сделать отверстий. Затем ставьте заглушки в отверстие и закройте отверстия, чтобы конкурирующие грибки не проникли. Запечатайте отверстия воском для сыра или воском пчёл, или парафином. Пробки состоят из опилок грибного инокулята, обычно называемого спорами, но правильно они называются грибными нитями, называемыми гифами, и некоторого зернового материала для питательных веществ для гриба. Немного света – 80% до полного затенения. Это может обеспечить северная сторона здания, а также мешковина. Прямое солнце и ветер могут повредить росту грибов и высушить бревна. Гриб нуждается во влаге от дерева, чтобы расти. В идеале влажность древесины должна быть 35% или выше. Во время засухи вы должны хорошо смачивать бревна, например, садовым шлангом или под дождевателем в течение нескольких часов. Гриб Шиитаки должен в конечном итоге производить грибы сам по себе. Также можно погрузить бревна в холодную воду на 12-24 часа, в тёплые месяцы. Пруд или ручей с холодной водой идеален, но подойдёт любой большой контейнер, такой как кормушка для скота, даже маленький детский бассейн. Вскоре вы должны увидеть маленькие белые точки или бугорки размером с карандашный ластик. Они называются булавками. С этого момента до сбора урожая накрывайте бревна белым тканным морозным одеялом или даже простынёй, если прогнозируется холод или мороз. Когда ожидается дождь, покройте бревна и растущие грибы навесом или пластиковой тканью. Дождь приведёт к сырым заболоченным грибам. Покрытие брёвен белой лёгкой тканью, используемой для накрытия рядов овощами, может обеспечить защиту от нескольких насекомых, которые могут побеспокоить развивающиеся грибы, а также от белок и бурундуков. Наиболее распространённая проблема – слизняки. Существует много менее токсичных средств контроля, чем приманки для ядовитых слизней, в том числе рулоны влажной газеты, пивные бутылки, которые их притягивают и они тонут, или просто грави под брёвнами, который очень сухой и не привлекает слизняков. Грибы-шитаки могут быть готовы к уборке через 7-10 дней, дольше, если прохладная погода. Большая часть урожая приходится на 2-3 годы. Собирать урожай, когда жабры снизу видны, а внешний край слегка изогнут. Если край расплющен, гриб перезрелый, но съедобный. Убрать в холодильник в течение часа после сбора. Грибы можно употреблять свежими, замороженными или сушёными. Если их хранить в прохладном, сухом и тёмном месте, они могут оставаться свежими в течение нескольких недель. Используйте бумажный пакет, а не пластиковый пакет, или воздухонепроницаемый контейнер. Для сушки снимите стебли, затем положите их на поддоны. Днище жабры вверх. Они должны быть высушены, пока они не станут лёгкими, но всё же гибкими. После сушки и охлаждения хранить в полиэтиленовых пакетах в прохладном, тёмном месте. Восстановить сушёные грибы, замочив в горячей воде, на 20 минут. Итак, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Я постараюсь ответить на все комментарии. Пока! Если вам нужен бизнес-план, как вырастить грибы шиитаки, напишите в комментариях под этим видео. Хочу бизнес-план по выращиванию грибов шиитаки. Субтитры сделал DimaTorzok